Приветствую, друзья! Я сейчас нахожусь в гостях на такой интересной земле Калевала и поселок Аминьонный Калевала. Рядом со мной находится Елена. Я ее сильно не буду представлять, потому что хотелось бы, чтобы она о себе рассказала сама. Это организатор всего такого шаманского очень сильного сбора круга, который организовался у нас здесь благодаря Елене на базе тоже непростого отеля Велк, базы Велк. И мне здесь сейчас такой мистический Новый год у нас проходит. Мне хотелось бы, Елена первая, кого я поймала из организаторов всего этого мероприятия, мне хотелось бы, чтобы вы узнали как можно больше об этом человеке. Расскажи, пожалуйста, о себе чем ты занимаешься, что ты вообще несешь. Потому что на самом деле те традиции, традиции, культура, этнос и так далее. То есть у нас сейчас вот это все по крупицам мы собираем эту информацию. Особенно все, что связано с северной традицией, с народами севера, это во многих, во многих культурах идет информация, что именно с севера пришли знания, чтобы мы не взяли индийскую какую-то мифологию. То есть с севера белые боги, север север постоянно упоминается. То есть если даже брать слово север, как говорили наши прадеды, север, то есть вверх. Поэтому часто мы слышали такое слово китайское поднебесное. То есть небо север, и Китай поднебесное, под небом. То есть все, что ниже, под небом. Если в карты смотреть. То есть вообще направлений много. И вот я тебя встретила на самом деле первый раз. Мы до этого с Леной не были знакомы абсолютно. Меня тоже зовут Елена. И такая вот, знаешь, сразу легла, вот сразу настолько энергетически, информационно чувствуешь человека. И хотелось бы побольше о тебе узнать, вот что ты несешь, какие традиции, какие крупицы знаний уже в едином опыте у тебя легли. И что самое главное, наверное, самое основное, что могут получить люди. Благодаря вот, если встретиться с тобой, пересекутся. Спасибо, Елена. Очень приятное представление. И если рассказывать о себе или о нашем мероприятии сначала. Давай о себе, потому что благодаря тебе этого мероприятия, как я уже понимаю, просто не случилось бы. Да, это так. Ну о себе. То есть зовут меня Елена Ордынцева. И уже, скажем так, очень много времени я веду такие внутренние исследования. Сама провожу их и со своими учениками о том, что может человеческое сознание. Это первая тема, потому что человеческое сознание, как таковое, оно очень мало кем изучено. Кажется, многим кажется, что нужны какие-то там дополнительные средства, чтобы познакомиться с Богом или как-то выйти в эти божественные пространства. Могу сказать, что нет. Кроме вас, у них вам ничего для этого не нужно, если кто хочет встретиться с Богом. Ну как бы здесь как раз вот этот момент того, что может человек, используя свое намерение, свои мысли, как можно быть здоровым, просто изменяя свое внутреннее намерение. То есть вот этим всем. То есть свое ощущение внутреннего я, да? Да. Этим всем я как раз занималась в последние годы больше десяти лет. То есть я уже в эзотерической практике, именно в практике, как мастер. До этого, конечно, мои силы и способности раскрывались. Я прошла такой достаточно интересный, серьезный путь. То есть я была и директором, и у меня были свои успехи на социальном поприще, ну скажем так, в строительном бизнесе. О боже, я тоже. 15 лет. Да, 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 много времени я там тоже потратила. Ну и в какой-то момент, так как я была директором, надо было руководить там мужчинами на строительстве. То есть последняя моя работа, это как раз мы там строили тоннели-минфополитены в одной компании, которая занималась, была на субподряде главных, так сказать, государственных строителей. Значит и соответственно, то есть я там занималась тем, что контролировала много мужчин в строительной компании. В общем я решила, что деньги можно зарабатывать любым способом, и надо как-то двигаться в сторону реализации своих способностей. И как раз такой переломный был момент, когда пространство меня проверяло, конечно, я столкнулась с тем, что деньги там допустим на стройке, и вообще там я умела зарабатывать, а вот как способности реализовывать мне еще было не очень понравилось. То есть я решила, ну вернее, как вот путь мой сложился таким образом, что я в какой-то момент поняла, что эти способности они даны не просто так, ну вообще любому человеку, да, не только мне, что если Господь Бог оградил тебя, они сладаны, и ты их не используешь. Да, да, начинаешь и начинаешь потом. Я как раз через все это прошла, я пыталась сидеть на двух стульях, и значит думала, что да, надо-то, конечно, реализовывать способности. Можно еще немножко поработать директором, потому что у меня же маленький ребенок, то есть мне сейчас 42 года, значит, соответственно, ребеночку моему 23, это Алексей, ты его видел, это мой сын. Обалдеть. Ну, уже, да, то есть вырос сын баскетболиста. Да, ну вот, ну, собственно говоря, как-то так, да, то есть вот, и вот через все вот это вот я пришла, это есть у меня в опыте. Значит, стартовала я, наверное, как многие, от того, что со мной случилось, проблемы по здоровьем, и мне надо было, даже мне поставили диагноз на рак, про рак, да, вот, готовы были уже там чуть-чуть отмечать, и я, значит, прошла как раз вот этот вот очень частный, я слышу путь, когда именно уже вот не выполняя свое предназначение, а тебе должны были определенные силы, да, а ты хотела быть директором дальше. Ну, как бы, то есть первая моя история, это я начала понимать, ну, исследовать, что я подходила, как ученая, не побоюсь этого слова, я смотрела, как формируется болезнь, и я научилась жить без таблеток, без лекарств, продолжаю это быть, продолжаю быть целителем, и научилась понимать, да, то есть, что человек может жить без лекарств, это правда, то есть для того, чтобы жить без лекарств, надо правильно выстроить мировоззрение, то есть есть внутри какие-то ошибки, если возникает болезнь, болезнь, болезнь уже на самой финальной стадии, да, это уже крик такой, да, уже крик целый, да, плюс, значит, естественно, эти мои исследования повлекли за собой неизменный интерес к тому, чтобы разобраться, как здесь все устроено, и, значит, и помимо, скажем так, своего пути, я накопила опыт Таро, то есть, да, то есть я изучила западную магическую традицию, которую несет за собой Таро, потому что автоматическая предсказательная Таро сформировалась только в конце 19 века, если честно. Вот так, друзья, от этого, да, если ты захочешь, я могу дать, ну, отдельный какой-то разговор про Таро, можно поговорить, если это кому-то интересно. Ну, я думаю, может даже знать, а, ну, у нас с тобой Таро сейчас, Таро, Таро или Таро? Таро, Таро, у нас сейчас нет, так называется, магат, да, вообще-то же не надо раскинуть, можешь сказать, вообще, магат сейчас, 21 год, кратко, кратко, жду год, грядущий магатой. Ну, вот смотрите, друзья, 2020 заставил нас всех выручать, так сказать, с вершим горлопом, да, потому что вы переформатировали нашу жизнь, то есть каждый столкнулся с какими-то вызовами, и каждый стал каким-то другим человеком. То есть 2020 привел к тому, что если там человек засиделся в чем-то, то есть ему пришлось, да, он был. То есть если он пошел в эти изменения, то это было помягче, если не пошел, то пожестче, ну, и болезни там всякие там трудности уже приходили, ну, как некая, так сказать, финальная какая-то история, что-то и всего. Вот, что касается, 21-го, ой, года, извините. Да, вот, первая половина года она пройдет на продолжение вот этих личностных трансформаций продолжится, и потом надо будет много работать, то есть надо будет внедрять все эти новые качества, новые проекты, то, что пришло, новые пути в жизнь. Это, если застревание не произойдет, то будет все достаточно просто, потому что пришла эта энергия, и надо будет реализовывать, и человек сможет встать на эту энергию и сделать что-то другое в своей жизни. Ну, то есть изменения в любом случае. Быть готовым к изменчивости, к изменениям, да, и меняться, потому что очень многие прямо застревают, боятся отпустить прошлое. Да, уже невозможно его удержать. Ну, вероятнее всего, друзья мои, все настоящее происходит само. То есть в данном случае, если что-то уходит, то считайте, что это то, что вам нужно, и Вселенная в долгосрочной перспективе готовит вам позитивные изменения. Такой подарок. Ну, просто мы обычно держимся на что-то, что уже изжиму, например, себя. Какие-то правила, концепции, образ жизни. Вот. И временами нас Вселенная вытряхивает из наших предыдущих. На самом деле, если не будет, насколько я вот уже для себя понимаю, если не будет каких-то ситуаций, которые нас выдергивают из зоны комфорта, если такое понимание, то мы не сможем даже эволюционировать. И не сможем, потому что, если ты как помидор растешь в теплице, в тепличных условиях с тобой поливать и далее, тогда бы мы были все помидорами, друзья. Именно человеками. Именно трудности, ну скажем, я не говорю это слово трудности, а именно различные, неожиданные для нас ситуации и задачи, да. То есть они как раз позволяют трансформироваться духу, душе и телу в том числе. Да. Так вот с тобой у тебя, да, произошла вот эта как раз история? И ты могла бы, ну, как некоторые делают, сдаться, да? Зато на текущий момент времени, я уже, грубо говоря, то есть целительство, которое, ну, то есть кармическое целительство, да, то есть, ну, такое повыряние в том, что у человека не так. Знаешь, это мы как осознание, оно, вот наше мировоззрение, когда мы умеем это регулировать, когда мы понимаем свою человеческую машину, использовать гуру джейла, да, то есть на эту тему. Ну, гуру машину, да. Ну, то есть вот эти наши привычки, то, что идет от рода, когда мы все это знаем и понимаем, то есть мы можем себя перенастраивать. То есть это действительно, на самом деле, ну, поменять образ мысли не так просто. Хотя, казалось бы, хочешь думаешь, хочешь не думаешь. Да, выбор. Попробуйте сейчас, слушая нас, не думать. Тридцать секунд. Ну, в общем, да. И в данном контексте, да, то есть это дало, что мне такой большой толчок развития. То есть у меня в арсенале шаманское целительство и суфийское целительство, что я изучала, помимо, вот эту шаманскую пропуссию сейчас ты наблюдаешь. Да. Плюс у меня, значит, есть суфийская история, когда я иду, изучаю, что нам оставил в наследстве нарекат Накшпанги. А у меня есть прям суфийский наставник, конечно, я не мусульманка, поэтому много на этом пути не откроется. Но, однако же, значит, что такое силаморитность в письке зикры я знаю. И, соответственно, могу тоже использовать и применять для того, чтобы помогать другим, в том числе и себе любимой тоже, конечно же. Значит, плюс ко всему, там очень много путешествий по меру, там, да, то есть работа с энергетикой, плюс ко всему, там, ну, то есть эрэй, как основная энергетика, которые все пройдены в пяти. Ну, то есть такой микс, что, в принципе, я и обожаю, когда ты вот собираешь вот это вот все, и трансформировать через себя тоже применяешь то, что, ну, может позволить, да, твоя энергетика, через эту трансформацию, практику уже дать людям пользу. Ну, смотри, вот мы сейчас находимся на севере, в Карелии. И, возвращаясь вот к шаманизму, что ты можешь вообще вот рассказать об этой культуре? И вот шаманизм, да, это как язычество, да, то есть это работа с духами природы, с местностью, вот как раз эту тему, да, вот поподробнее, побольше, потому что мы как раз вот здесь, мы этим как раз, да, сейчас, что я наблюдаю, да, занимаемся, вот кратенько, чтобы кто-то вообще никогда не слышал об этом, на самом деле, вообще-то, потому что мы какие-то непонятные слова сейчас говорим. И когда, друзья, да, особенно поедете в Карелию, то здесь как раз не слово «шаман», возможно, для кого-то, да, это более распространенное. Потому что точно не ошибетесь, или на Алтай. Да, здесь применяется совсем другое название, да? Расскажи, пожалуйста. Ну, скажем так, то есть Надя, наша, Надя Кынина, она ной, там, на Сане, какая-то, ну, то есть она не корейская барышня, она саамская, да, саами. То есть, и слово «шаман» там звучит как «ноид», или «ноид», да, иногда еще тоже применяется, да, то есть, вот, значит, и я, так как я являюсь ученицей шаманки Саами, то есть мы с Надей, вместе уже, там, больше десяти лет, это точно, как бы там много времени я научусь, и саамский шаманизм, он сильно отличается от всего остального шаманизма, который вообще есть в мире, да, то есть чем это отличается? Отличается тем, что, ну, Саами, о своей природе, структуре, то есть то, каким образом, значит, у них все это происходило и складывало жизнь, они очень сильно связаны с природой, потому что это большие расстояния, между родами, да, между семьями, да, между семьями. И единственная возможность связи раньше – это телепатия, это весь прям в культурном слое, то есть вот реально, и я это проходила как раз вот то, с чего у меня, скажем так, началось вот Надя. Она, правда, не очень любит делиться своими знаниями, если так, по-честному, да, то есть она предпочитает немножко, ну, типа… Сохранять. Сохранять. Ну, ее, ну, ее можно… Если долго ходить в течение десяти лет, как Елена, ну, вы можете узнать, как у нее. Ну, Аня, смысл в том, что вообще у шаманов, да, так как я много, у меня есть не только Надя, как наставник, у меня есть еще Геннадий Табулок, это байкальский шаман, там, в котором я там приезжаю на Байкал, делаю тушь семинары шаманские. Значит, сейчас у меня на Гавайских островах есть гавайский кахуну, которого я учусь. То есть там называется кахуну. Да, кахуну. Интересно, да. Вот. Ну, в общем-то, много и достаточно людей. И Олард – это мой учитель по созданным сновидениям, это тоже есть в моей практике. Вот. Ну, Олард Диксон имеется в виду. Да, да. Мы потом, я все это соединю, всех мастеров, которые здесь находятся. Да, да, да. Это мощно на самом деле. Вот кого ты собрала здесь? Это просто вот Елена. Ну, так вот. Вообще в традиционной культуре обычно очень важная история самой форме обряда уделяется, да. То есть вот обряд должен быть обязательно, то есть обязательно форма одежды, да. Обязательно правильно сложен костер, обязательно, ну вот… То есть определенный ритуал, и путика, да, 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 да. То есть должна быть определенная там ложка, там… Я забыла бы этого случаясь, как видите, хвостка, как она… Когда так кормишь духом ложки, да, то есть специально. Вот. Это все в обязательном порядке. С вами это по-другому. То есть тут вариант какой. То есть это как образ жизни. То есть он так в плиту, и они все время общаются с духами. То есть это… То есть ты не делаешь какого-то специального обряда для того, чтобы поговорить с вами? Или уходи с ними просто разговариваешь? Все время в диалоге, да, да. То есть все время в диалоге. То есть у них это вплетено в жизнь естественно. То есть они этого… Ну не забывали, наверное, да? Не забывали. А сколько вообще с вами осталась сена? Или вообще… В России не очень много, но это вопрос лучше адресу. Надя. Она, как я понимаю, только… Ну расскажет более ровно, чем я, да. То есть они там перепочивали Финляндию, Абригию, то есть части. И как-то держится. Ну и вообще, как народ по лбу как-то называют, да. Вот они все за способностью. Даже там… Ну и вот… Надя так иногда смотрит и говорит, ну что если врач снимает костюм свою, халату, чем он перестает быть врачом? Ну да, то есть… Что за страниц? Тоже самое. Что интересно, ну вот ты для себя, да, получается, мы там с ней уже… Вот ты для себя взяла, да, определенную практику, которую сейчас применяешь. Да. Что дает вот шаманизм, когда обращается человек, что вообще дает, вот как ты работаешь, что ты там диагностируешь, видишь, лечишь, ну вообще что… Как шаман? Как шаман, да. Вот что шаман ной, да, или шаман делает? Если человек обратится к тебе. Ну вот я вообще вот первый раз… А мне? К тебе, к тебе. Ну сейчас и тебе. Да. Мы уже поняли, что ученица Надя, 10 лет человек, больше 10 лет, да. И потихонечку, да, вот эти вот знания не просто так даются, а ты еще заслужил, да. Вот так вот ученики Леонардо да Винчи десятилетиями ходили и мешали краски, прежде чем он показал первый мазок. То есть заслужил. Называется, да, и когда вот мы просто иногда приходим к человеку, ну допустим, к тебе, например, подойдет с обращением, вот эти вот тоже отношения порой. Ну потому что, конечно, да, сейчас есть вот эти вот дряженные, неряженные, да, но истинные знания на самом деле человек, ну, всю жизнь вообще обучается, это раз, да. И еще попробуй их, опять-таки, как это слово, на самом деле оно мощное, заслужи. То есть не каждому будет передано то или иное знание, которым владеет то или иное мастер. вот тебе уже это движение более истинное передается. Как мастера любит. Да, мастер. Ну потому что у тебя путь твой был, да, уже который ты рассказала? Да. То есть ты истинный в этом, ты уже в это перешла, ты этим живешь. То есть это уже та истинная жизнь. Что ты можешь вот через эти практики делать? Значит, если мы говорим о шаманизме, то есть, ну, во-первых, как шаман, ну, то есть тут есть шаманское целительство, то есть есть, можно там делать определенную диагностику. Ну, я могу разными способами делать. Ну, как шаман, то и может, там, то есть, когда простукивается тело, там, да, с неговремушечкой. Значит, когда вот шуба, если ты помнишь, там, надо показывала. Да, 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 да. Моя игрушка из детства. Да, да, сам смотришь, когда ты смотришь, что там у человека в поле, там приходит информация. Но самое главное, что чем отличается шаман от мага, это то, что шаман обращается к духам и просит духа выполнить работу для человека. То есть шаман все равно последний. Хочешь в обряде, то есть, традиционно, мы берем там, мы берем, шаман обращается и просит блага для какого-то народа, для, ну, для своего, так, да, тех людей, которые в обряде. Значит, в любом случае, а маг воплощает свою волю в реальности. Я все время решила, что одинаково, ну, что хорошо, одинаково, успешно владеть этим и другим способом. Да. Вот. Но все равно, так или иначе, хороший себе в ней шаман, через какое-то время становится магом, а маг становится шаманом, ну, на более высоких уровнях, и дороги, они начинают сплетаться. То есть, грубо говоря, если так совсем кратенько для тех, кто первый раз сталкивается с историческими знаниями, то шаман – это посредник, работающий с помощью, благодаря духам, запросу, да. А маг – это именно работа через энергию. То есть, он именно свою энергию, энергию пространства может воплотить. Он должен найти источник и создать события, подседав событиям удивленных. И своей энергии, энергии пространства. Но при этом, да, вообще, скажем так, это очень скобное представление магии какой-то такой, потому что изначально это все равно божественное познание, просто пути достаточно много в соблазну. Это сложный путь. Ну, магический путь – это сложно, потому что наша задача – это, скажем так, получить опыт тонкого мира, в проживлом материи, который все время нас вращает в мир, ну, скажем так, материи, когда мы начинаем что-то сильно жадно хотеть, пожелать там жадно. Конечно. То есть, тело, материя начинает дать тебя немножко перетягивать на свою сторону, да, и дух, душа может забыть просто его. Зачем? Ну, потом выбираем. На этом пути. И, да, страйк. Ну, а душ? Черное – это вообще, да? Ну, простой человек. И может себе ответить. Да, вот, кстати, вот, интересная тема. Черное дело вообще для энергии, насколько я понимаю, у нее вообще нет этого момента. Плюс и минус – в этот момент будет появляться оператор. То есть, оператор. Вот что ты скажешь? Черные оправы – это, потому что многие же идут и, на самом деле, ну, не понимают, кому обращаются, что делают. Оно не знание законов, не защищает человека в наказание. Ну, ментального или материального, на самом деле. Дело даже не в наказании, да? То есть, вот, если, допустим, абстрагировать… Если, если… Понятно. Если… 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 То есть… То есть, ну, собственно говоря, вот эти пути, да? То есть, что виртуальность, мышление, она присутствует только здесь, чтобы мы, как люди, проживающие в инкарнациях, в нашей теле, в этом наплачении, могли делать свои выборы и различать добро и добро. Различать, куда нам двигаться. Да, да. Именно вот в этом развлечении, и вот как мы делаем свои выборы, и содержится в результате, и тот, 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 и тот. Ему потребуется помощь, а кто-то другой должен был вытащить, потому что все равно карма, как механизм, она продолжает работать. И так как мы сюда пришли, это очень прожественный опыт, почему возникает черная магия? Например, ты мне понравилась, хочу, чтобы ты мне эфиры проводила. Я тебе, условно говоря, применила какую-то технику, что-то накапала, я только тебе буду проводить эфиры за сутки, я твоя. То есть на самом деле надо это мне, надо это тебе неизвестно, потому что все настоящее происходит само. То есть если по судьбе тебе проводить движение эфира, например, ты так их будешь проводить, и это будет нравиться, и тебя будет двигать совершенно другая энергия. Ну, понимаешь, да? Да, да. А если не по судьбе, по факту, то ты будешь стараться стремительно отваливаться. А если я тебя искусственно буду удерживать в этом во всем, что происходит? То есть я свою судьбу ломаю, и твою судьбу ломаю. Задерживайся и ты, и я в развитии. Мое настоящее со мной не случится. Потому что может быть мое настоящее не ты, а за соседний. Что меня ждет какой-нибудь другой. То есть, друзья, внимание, сейчас самое основное, когда у вас возникает соблазн что-либо сделать против более другого человека, когда мы обращаемся, как бы мы там любили, не любили, хотели, не хотели, мы обращаемся к кому-то за какими-то определенными моментами, это не есть хорошо. То есть мы просто будем постепенно лететь в какое-то самое днище. Вопрос. А если не окажется человека, который даст другу из этого днища, вытащит это все? Этот момент регулировка кармы. Ну условно говоря, если человек хочет, у него возникнет какая-то потребность и возможность, то Вселенная откликается. То есть вот эти выборы, которые мы совершаем, они всегда с нами происходят. А в том плане, что мы двигаемся, мы развиваемся, у нас... То есть вот в этом развитии, когда мы делаем выбор, мы там присуним или не присуним, злоход событий кармические там, да? То есть копия-другая. По факту, что такое? Все очень просто. То есть мы, когда двигаемся вперед, нам надо проходить наши вызовы жизненные, наши жизненные ситуации с тем, чтобы сохранять вот это чувство любви. И тогда наше духовное развитие вот это происходит. Если мы его не сохраняем, не принимаем мир, там от нас кто-то ушел, мы там что-то потеряли, и вот все, мы там как-то так это сомневаемся. То есть и это дает такой вот разворот, что, грубо говоря, мы пытаемся вот это удержать. И похоже, знаете, как ловят обезьянок? Знаете, расскажу, очень интересных ловят. То есть кувшинчик с узким горлышком. В него отлично, ну, как бы проходит рука, которая без чего бы то ни было, значит, соответственно, да? И там лежит вкусняшка. И обезьянка хватает эту вкусняшку, ценную для нее, а вытянуть кулачком уже не может руку. То есть для того, чтобы освободиться, ей надо просто разложить вкусняшку, и как бы тогда она будет свободна. Как много не знала этот момент, но это похоже на нас с вами, да? На самом деле, когда нас вот это соблазняет вкусняшками, мы не можем отпустить это. Какое количество процентного соотношения обезьянок отпускают? Ни одной. Ни одной? То есть аппарат здесь не работает? Не, ну, хоть я и не знаю, я не могу это утверждать доподлинно. Ну, мне так кажется. Хорошо, Лена. И еще тогда вопрос. То есть это получается, что, ну, ты организовала, да, вот такой, ну, вообще замечательный, на самом деле, друзья, всем рекомендую. Ты ежегодно, да? Мне ежегодно. Мистический Новый год. И собирается большое количество мастеров, мастеров с большой буквы своего дела, да? И я вам покажу потом чуть похоже каждого. И, ну, вот ты организатор, да, вот этого всего мероприятия. Я могу дать, потому что очень часто спрашивают, твои контакты, каравинаты. Да, пожалуйста. Тебе можно обратиться, да, то есть записаться куда-то. Ты где вообще сама физически? Физически я нахожусь в Москве. Также можно меня поймать онлайн. Опять Мишка, чем повезло. Ты онлайн делаешь, да? Да, конечно. Слава Богу, современные технологии позволяют нам сейчас многое. Ну, для энергии на самом деле нет никаких препятствий. А хоть на Луне, если честно. Вот, ну, неважно. Ну, то есть, ну, конечно, ВКонтакте лучше, потому что, то есть, конечно. Ну, вот так. Но если есть возможность. Получается, у тебя такие многогранный подход, да, сейчас, что у тебя и диагностика, и лечебные операции, и прогнозирование, скажем так. И не лечебные, а исцеляющие. И исцеляющие, да. Да, да. Ну, в Машине. Ну, мой меда цель как целителя, то есть, я работаю следующим образом. Значит, ну, я, как правило, приглашаю человека на десять сеансов. Три сеанса идут на то, чтобы дать ему энергию, чтобы войти в проблему. И только после этого мы вместе с ним решаем эту проблему. То есть, я должна ее найти, озвучить, дать ему энергию вот это изменение в голове. Понимание принятия, да, и только потом уже вы вместе, совместно работаете. Спасибо. Он делает практику, я ему даю упражнения из психологии, там еще какие-то, да. То есть, если я, например, нахожу, что корень проблем, например, то, что он не может простить маму, или там холоко, или там изнасилование пережить, или там еще что-то, да, то есть, ну, какие-то такие штуки, то я даю практики, которые помогают ему в процессе, через день это происходит. В совместной работе даже могут быть. Ну, причем можно исцелять и поток событий, ну, там, ну, что-то, да, что не получилось. Обычно это выглядит так, то есть, что накидывают все, что ему нужно, потом уделяют приоритеты, и я иду дальше, как вот эта собака, гоночевая, которая, конечно, раскапывает за вот этой вот болезнью, там, или что-то, да, вот это, за вот этим вот всем. И я могу работать как, ну, в этот момент, то есть, применяя этот код, это наиболее эффективнее для того, чтобы решить это. Ну, для данного человека, данная проблема, да, на момент времени. Потому что можно работать в осленском молитве, можно работать с физическим языком, можно работать в матерамах, можно работать с еще как-то, можно вообще не быть не улыбавшей, и в процессе там чуть поправить. Ну, короче, в данном контексте способы могут быть разные, да, то есть, самое важное, то, что меня, скажем так, цепляет, это работа человеческого сознания, на что способно вообще человеческое сознание, в принципе, куда мы можем, что мы можем, какой опыт духовный мы можем пережить, находясь вот в этом нашем физическом теле. то есть, второй момент, очень важный, это традиционная культура, потому что мы, как правило, деревья без кормей не растут, и я проехала по всему миру, ну, в очень местах я была, я путешественник со стажем, даже в момент пандемии, я, там, выбрала два раза в Америке побывать за этот год прекрасно, да. Так, у Кавайских муках у меня была Кавайских доехать, соответственно, до Кавайских островов, значит, ну, и, как бы, да, так, ну, в общем, прорвалась в прошлом сезоне, значит, давайте путешествуем. Ну, да, у нас вот сейчас начинается, вот, вот, видишь, да, ну, самое основное, как бы, это как раз проживать в своем теле, да, что мы можем через тело, как у нас наше сознание развивается. А, вот, корни. Точно, да. Я извиняюсь, значит, я видела в мире много того, что, как будто бы, там, неважно, там, какая страна, но что-то произошло, там, пришли красные кнеры или там, ну, и так далее, да, то есть, у нас традиции, традиции буквально отрывают, оттаскивают, и, а в традиции что было? То есть, там, и инициация, и переходы, да, то есть, женщина получила женскую инициацию, мужчина получила мужскую, то есть, вот эти все перетягивания, ну, то есть, вот, в сказителе, вот, ты, например, знала, что сказитель настраивает целый этнос, то есть, он прям настраивает на победу, на благополучие в сказках, да, то есть через духов сказаний вот я например узнала только когда создала солнечное сознание на карантине как раз онлайн варианты как-то да солнечное сознание у Елены я всю информацию оставлю да талантливый бакчиев это киргизский скровитель который читает эпос Манас и я оказывается знаю что я и знакома с Валентином когда он как раз сходитель Катар читает эпос Манас и он прям настраивает целый народ то есть я не знала что могу прочитать я просто девицу замуж выйду на премьер настроить да на замужество девочки вот так то есть в традиционной культуре все это есть и вот эти все механизмы есть только произошло какое-то замещение например любовь как любовь уже никому не сдался досукционная революция чем больше у тебя ну как бы вариантов а иначе ты не крут там и так далее то есть искажение в результате ты что дает искорённые семьи искорённые семьи то есть блуд какой-то да вносится и опять-таки не ломаем судьбу да вот возвращаемся к этому вот так друзья на самом деле вроде бы все просто но на самом деле не просто и как вы понимаете вот это универсальный ну мне нравится есть такое понятие воины света вот мы с вами разобрали белое черное да такой универсальный воина света владеющим многогранно очень многими практиками не в зависимости от запроса и вообще любые моменты по запросу человека ну и онлайн вообще это уже раньше была таким технократным а сейчас просто онлайн консультация пожалуйста не менее я всю информацию дам перед тем как мы с тобой закончим чтобы там сильно уже не кошмарить наших зрителей возможно вообще на самом деле сейчас переварим информацию потому что в первый раз услышал очень многие эти моменты и возможно как раз эти моменты для вас сейчас и были нужны потому что сильно свое время тяну свое время опять-таки да и свой мастер что можешь ну наверное сказать или пожелать давай вот сегодня все человечество возьмем вообще на двадцать первый год белой дороги конечно по-шумански я хотела бы пожелать всем зрителям тем кто будет когда-нибудь меня на теле рейке в твоем канале как называется канал елена макагонова все просто всем кто всем кто будет созерцать меня у елены макагоновой то есть я желаю белой дороги желаю стать тем человеком каким каждый хочет себя видеть чтобы пришли энергии пришли возможности конечно и чтобы духовное развитие и рост происходили максимально благоприятным жизнью достатке доверия вам друзья да и для вас и вашего окружения обнимаем хорошего года пока-пока друзья пока-пока друзья и 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